Сегодня в выпуске. Поздравляем ветеранов с днем рождения. Очередная сессия Десногорского городского совета. Сотрудники полиции присоединились к празднованию Великой Победы. 12 апреля исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Степаненко. Прекрасный юбилей ветерана совпал в этом году с православной Пасхой. Но это не остановило желающих поздравить уважаемого человека в выходной день. В назначенное время с цветами и подарками они уже звонили в дверь квартиры. Глава администрации муниципального образования город Десногорск Вячеслав Владимирович Сидунков, его заместитель Сергей Валентинович Тощев, председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Михайловна Рожкова, представители местных средств массовой информации тепло и сердечно поздравили юбиляра. От всей души, с гордостью и вот прямо с завистью, я рад за вас, за такой почетный, длительный возраст. 95 лет, ну, для меня просто совершенно фантастическая цифра, недосягаемая. А еще тут такое совпадение, что в этом году мы такую знаменательную дату празднуем, как юбилей нашей Великой Победы. И здесь у меня, конечно, к вам отдельные добрые слова благодарности, уважения, беспримерное, безограничное спасибо за сегодняшнее сияющее солнце над нами, за сегодняшнюю нашу мирную жизнь. И исполняя поручение президента, я бы хотел сегодня выполнить одну очень важную миссию. Вручить вам юбилейную медаль, утвержденную указом президента. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому позвольте мне сегодня дважды вас поздравить и с вашим юбилеем, и с вручением юбилейной медали. Виктор Игоревич, позвольте, вот это, вот это ракурс. Здесь же даже уже и места-то не остается. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за силы ваши, за мир над нашей головой. Чтоб вспоминали мы вас чаще и относились к вам с душой. Пусть легче вам при нас живется, пусть сердце врусь живет с бедой. Пусть к вам от нас добро вернется. В доме царят тепло, покой. Пусть доброта, любовь родных вас в вашем доме окружают. И поколения страны вас никогда не забывают. Низкий вам поклон, Николай Николаевич. Спасибо. Затем наша делегация направилась к Николаю Кирилловичу Тимофееву, еще одному уважаемому ветерану Великой Отечественной войны, у которого также 12 апреля был день рождения. Ему исполнилось 92 года. 92 года, 67 старый. Спасибо, молодежь. Спасибо. Как приятно. Я здесь встречался с детьми в школе. Рассказываю, что они интересуются, где вы, какие вы родные. Я был здесь, где милые дети. Усвобожал вас в 43-м году. Раненый, контужен. В поле боли не шел. Дошел с винтовкой и со своей пушкой в Берлине закончил. Мы также сердечно поздравляем наших дорогих ветеранов с их днями рождения. Желаем здоровья, долголетия и счастливой жизни в окружении родных и близких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Общий объем доходов стал 445 миллионов 118 тысяч 800 рублей. Объем безвозмездных поступлений 194 миллиона 708 тысяч 600 рублей. Из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 194 миллиона 708 тысяч 600 рублей. А сумма общих расходов 470 миллионов 355 тысяч 400 рублей. При дефиците местного бюджета в 252 миллиона 36 тысяч 600 рублей. Подробно о данном решении можно узнать в городской газете Десна или на официальном сайте администрации. Далее. На данном заседании Десногорский городской совет принял решение формировать долгосрочный бюджетный прогноз, опираясь на статью 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральный закон, а контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии, планово-бюджетной по налогам и финансам. Следующее. Рассмотрев предложенные постоянными комиссиями изменения в соответствии с пунктом 27, часть 2, статья 24 Устава муниципального образования город Десногорск, депутатами было решено утвердить отредактированный регламент Десногорского городского совета. Рассмотрев обращение Николая Лызбенева, Десногорский городской совет решил назначить публичные слушания на 23 апреля текущего года в 16 часов в кабинете 325 здания администрации по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу город Десногорск, деревня Сосновка, дом 1. Уважаемые телезрители, в полном объеме с данными решениями вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации город Десногорск в разделе «Решения Десногорского городского совета». Здесь же вы найдете и другие ранее принятые решения. 8 и 9 апреля в Десногорске побывал преподаватель Академии управления МВД России, председатель ветеранской организации, созданной при Академии, полковник милиции в отставке Анатолий Иванович Кирсанов. По этому поводу на торжественное мероприятие в актовый зал детской музыкальной школы был приглашен весь личный состав ОМВД России по городу Десногорску, ветераны правоохранительных органов и почетные гости. Я прибыл из Москвы с большим поручением от Министерства внутренних дел и от Российского совета органов внутренних дел, ветерантов Российского совета. Значит, и я должен сказать, что сегодня у нас в Москве уже стартовала такая уже поздравительная, подготовительная акция, которая будет уже и проходит в 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война с 70 летом закончилась, и мы сегодня чествуем наших ветеранов. Российский совет органов внутренних дел, значит, ветеран, значит, провел заседание под Велой Гоги, значит, наших успехов по подготовке к проведению 70-летия победы. Значит, это был смертный конкурс, который подводится у нас регулярно к этому торжественному дню. И поэтому сегодня ветераны уже знают, кто и как работал в этом направлении. В этот вечер Анатолий Иванович Кирсанов от имени министра, председателя Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск Ивана Федоровича Шилова наградил медалью за активную работу по патриотическому воспитанию подполковника полиции Александра Викторовича Дорошенко, командира поискового отряда «Высота», начальника ОМВД России по городу Десногорску, подполковника полиции Олега Федоровича Косова. Почетной грамотой Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск за активную работу по патриотическому воспитанию был отмечен заместитель председателя Совета ветеранов ОМВД России по городу Десногорску майор полиции Николай Михайлович Головкин. Также в этот вечер за большой вклад в ветеранское движение МВД России и активную гражданскую позицию и участие в нравственно-патриотическом воспитании молодежи по решению Президиума Координационного совета ветеранов ОВД были награждены медалью День Победы директор Смоленской атомной станции Андрей Ювенальевич Петров и Михаил Васильевич Лосенко, директор АО «Атомтранс». Мы готовимся, конечно, к большому празднику, к юбилей День Победы. Сейчас мы готовимся и пожелаем вам крепкого здоровья. Знаете почему? Вы нам нужны крепкие, вы нас охраняете. С праздником вас! Юбилейной медалью чести и гордость Академии были награждены председатель ветеранской организации отдела внутренних дел города Десногорска Альберт Павлович Лисичкин, помощник начальника отдела внутренних дел города Десногорска Елена Александровна Кузьмина и председатель региональной общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск ОМВД России по Смоленской области Виктор Леонидович Курышкин. Также в этот вечер Виктор Леонидович был отмечен памятным нагрудным знаком Сергея Михайловича Крылова как лучший выпускник Академии управления МВД. В честь празднования юбилейной даты 70 лет Великой Победы для сотрудников ОМВД была организована концертная программа. Хочется отметить, что недалеко от Десногорска в поселке Якимовича в братской могиле захоронен отец Анатолия Ивановича Кирсанова, участник Великой Отечественной войны Иван Николаевич. Он погиб под Рословлем в сентябре 1943 года, когда сыну исполнилось чуть больше двух лет. Анатолий Иванович посетил место захоронения отца и возложил венки и цветы к памятнику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова